За год в Тверской области обнаружено 518 фальшивых банкнот. Какие купюры подделывают чаще всего и как отличить фальшивки простому обывателю, мы узнали у специалистов. Мастер-класс по выявлению поддельных банкнот увидите в нашем следующем сюжете. С первого взгляда далеко не каждый отличит, где настоящая пятитысячная купюра, а где подделка. Что естественно, ведь признаки, которые указывают на фальшивку, знают немногие. Специалисты подчеркивают, достаточно знать о трех основных критериях, которые помогут отличить настоящую купюру от фальшивой. В первую очередь, ну и, наверное, это самый популярный защитный признак, который люди знают и смотрят, это водяной знак. Это то, что мы можем увидеть на просвет. Обратите внимание, что водяной знак очень такой с плавными переходами от более темных к более светлым участкам. То есть это не резкие линии, это плавный переход. Второе, на что стоит обратить внимание. Защитная нить. Она с оборотной стороны, это так называемая ныряющая защитная нить. Причем, когда вы ее будете смотреть, немножечко покачайте банкноту, вы увидите радужное свечение на фрагментах защитной нити, входящих на поверхность. И если вы уже будете смотреть прямо, вы увидите цифры номинала 5000, которые тоже есть на этих фрагментах, выходящих на поверхность. Все вот это вот именно таким образом фальшивомонетчики воспроизвести не могут. Они что-то одно пытаются воспроизвести от этой защитной нити. У экспертов в руках обе банкноты настоящие. Просто разных годов выпуска 1997 и 2010. В связи с этим и признаки их благонадежности тоже разные. Мы говорили о купюре 1997 года. К слову, именно пятитысячные купюры в лидерах по количеству подделок. Только в 2019 году на территории нашего региона обнаружено 398 штук фальшивых купюр такого номинала. Также в обороте много подделок и других банкнот, но тоже крупного номинала. По сравнению с прошлым годом, количество поддельных банкнот, выявленных на территории Тверской области, несколько увеличилось. И традиционно здесь самыми подделами остаются пятитысячные банкноты. В 2019 году появились поддельные банкноты номинала 2000 рублей, которые не так давно были выпущены в обращении. Как же узнать, настоящая ли двухтысячная купюра? Сейчас расскажем. Водяной знак, который на светлом фрагменте банкноты можно хорошо рассмотреть. Тоже защитная нить с танцующими цифрами при покачивании. Есть очень интересный признак, который называется светофор. Если вы посмотрите с одной стороны, вы увидите цветные цифры номинала. Два голубая, ноль красный, потом желтый, потом зеленоватый. Поворачиваете на 180 градусов, и вы увидите, что цифры номинала стали другого цвета. Двойка уже стала оранжевой, была синей. В общем, все цифры поменяли. Повышенный рельеф мы можем потрогать. С двух сторон двухтысячной вы видите здание. Здесь маленький фрагмент и здесь. Если вы банкноту вот так вот свернете, то здание должно четко-четко совпадать. Кроме того, выведены из обращения три подельных банкнота номиналом 100 рублей и по две штуки номиналом 550 рублей. И, как ни парадоксально, даже пятирублевые монеты в количестве двух штук. Отметим, что в целом уровень фальшивого монетчаства в нашей стране остается стабильно низким. Семь поделок на миллион банкнот, находящихся в обращении. Тем не менее, россиянам стоит держать, как говорится, ухо вострою. Если вдруг вы получили фальшивую купюру, то специалисты рекомендуют сдать ее в любое кредитное учреждение. Ни в коем случае не пытаться ее сбыть. Ну а чтобы не попасть на уловку мошенников и не стать обладателем такой купюры, тверичанам предлагают воспользоваться бесплатным мобильным приложением банкноты Банка России, которое укажет на признаки подлинности денег.